Калейдоскоп Ужасов 2 Калейдоскоп Ужасов 2 Весьма ностальгически выглядит Анимационное начало Бюджет в 3,5 миллиона североамериканских Долларов все-таки немалая сумма Даже по меркам Нашего времени И создатели решили развернуться на полную Мощь, пригласив аниматоров Для сцены с титрами Но и это не все Анимационная история сквозной Шелковой ленты прошила весь Фильм, связав как бы воедино Разноцветные кусочки Этого лоскутного одеяла Главных историй в фильме 3 Стивен Кинг написал Два сегмента специально Для ленты Это история про деревянного индейца И попутчик, известный в самых Ранних переводах как Подвезите Мрачноватая история про плод в озере Была написана Кингом много ранее Изначально в ленту хотели включить Пять историй Одна из них про кошку позже вошла В хоррор антологию сказки темной стороны А безобидную историю о призраках Играющих в боулинг Решено было выкинуть Чтобы не портить настрой всей ленты В начале картины вас пугают Индейскими сказками о мести Все приправив доли мистики И горячим воздухом Аризоны Где снималось все это действо Из известных лицедеев Сегмент почтили своим присутствием Разве что известный вам По трилогии голый пистолет Джордж Кеннеди Который изображает старика Владельца магазина Где и произошел инцидент Повлекший череду роковых событий Обогранных кровью виновников Этой истории Рассказик довольно забавен По крайней мере дает понять На что готова пойти молодежь США Чтобы выбраться из глубинки Одноэтажной Америки Довольно таки заметно Что история слегка скомкана И ей явно не хватает От экранного времени Чтобы развернуться в полную силу Показать характеры Схватки Может быть какие-то погони И взрывы на фоне Ночного аризонского небосвода Со звездами Вместо этого почти что Камерная постановка С участием местной гопоты Приправленная фольклором И колоритом индейской культуры Если бы сегмент развили До полноценной ленты Она несомненно бы имела успех Ударит ли эта мысль кому-нибудь в Голливуде в голову Я не отвечу на этот вопрос Может быть да А может быть никогда Но как говорил Шон Коннери Никогда не говори никогда Вторая история начинается Как и тысячи подобных ей Машина с молодежью Которые раскуривают косяк И едут куда-то на уикенд Стандартный набор будущих жертв Заготовленных для раскурочивания Весьма банален Спортсмен-дебил Его тёлка из команды Читлидерш Скромняга-парень Этакий Брюс Кэмпбелл Из первой части Зловещих И непонятная девчушка Которая ещё не определилась То ли она целка То ли будущая официантка Придорожных кафе Спортсмен весело дующие косяки Обнажённая грудь Жуткий монстр из озера И безнадёга в финале Я буквально влюбился в эту историю Много-много лет назад Когда впервые её увидел Из интересных фактов известно, что один из актёров этого эпизода Чуть не умер от переохлаждения Вода была настолько холодной, что его тело, по заверениям очевидцев, стало синюшного цвета Но на этого бедолагу всем было наплевать Поджимали сроки Спас его режиссёр, настоявший на госпитализации актёра Через недельку он выздоровел И съёмки завершили А вообще съёмки про монстра из озера были почти сорваны Из-за художника, которого уволил режиссёр Никто не знал, как создать чудовище И как оно должно выглядеть Вот тут и пришли на помощь культовые чуваки Говард Бергер и Грег Никотера Которые и сварганили эффекты с чудовищем из латекса Хотя читавшие повесть поймут, что до книжного монстра Гипнотизировавшего своих жертв и переливавшегося цветами Существу из фильма ой, как далеко А ещё в экранизации не показали секс В то время как в первоисточнике он был Кстати, уволенный мастер по спецэффектам Должен был играть существо Этакого хранителя склепа Который рассказывает истории Маску пришлось примерить Тому Савинни Который почтил своим участием Фильм в качестве консультанта по гриму Почти что плавно нас подводят к третьей истории О «Я же тёлка» в годах Которая любит секс за деньги с молодым Жигало Говорит вслух и явно имеет проблемы с психикой А также затянувшимся кризисом среднего возраста Эта баба нарубила дров и пыталась сойти с поезда Но Стивен Кинг не был бы Стивеном Кингом Если бы не заготовил для неё кровавый сюрприз В лице негра Тома Райта Плавно трансформирующегося по мере продвижения сюжета В кровавое месиво Сегмент получился довольно-таки жуткий И даже сейчас смотрится на ура Прибавим сюда камео Стивена Кинга В роли водителя-дальнобойщика Словно заехавшего с площадки фильма Максимальное ускорение В роли «Яж-тёлка-водитель» Снялась бывшая девушка Бонда Кажется, так их называют В своё время её пользовал сам Роджер Мур А теперь настала очередь бездомного негра-монстра Который, уж поверьте, своего не упустит и завершит дело до конца Есть ли у истории проблемы со сценарием? Разумеется, их много Король ужасов не обязан перед нами объясняться В каких-то огрехах и несостыковках Давайте на чистоту Постоянным с автором Стивена Кинга в то время был Кокаин А вообще, знаете, почему не стоит копаться во всём этом? Потому что фильмы со стажем — это как пожилые люди Вот вы же уступаете место пожилым в автобусе и трамвае Ну, я надеюсь, что вы не притворяетесь спящим и не отворачиваетесь Ну так вот, фильмы также требуют такого уважения Да, очень много нелогических ситуаций, которые бы ни вы, ни я не допустили бы в жизни Много надуманного и порой просто фантастического Но постойте, это ведь фильмы ужасов 80-х Кусочек ностальгии по ушедшему Ради чего мы с вами все здесь и собрались Редактор субтитров А.Семкин